Премьер-министр Дарин Ричан объявит в течение дня о перестановках в правительстве, однако время, когда это будет сделано, пока неизвестно. Также неизвестны имена министров, подлежащих замене, и кто займет их кресло. Пресс-секретарь правительства Даниэл Воды заявил нашему телеканалу, что пресс-конференция на эту тему будет объявлена во второй половине дня. На заседании Кабмина министров в среду, 13 ноября, премьер-министр Дарин Ричан назвал лишь дату, когда будут названы соответствующие имена, не предоставив подробностей. Напомним, в ходе предвыборных дебатов перед вторым туром президентских выборов Майя Санду признала, что власти допустили ошибки и заявила, что необходимые изменения в составе Кабмина могут быть произведены до конца 2024 года. О том, что кадровые перестановки пройдут в ближайшее время, сообщил пресс-секретарь правительства Даниэл Воды в интервью Евроньюз Румыния. Между тем, первым добровольно покинул свой пост министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну, который 11 ноября объявил о своем уходе из правительства и правящей партии действий «Солидарность». В прессе появилась информация о том, что в отставку могут быть отправлены министры Адриан Эфрос, Анатолий Носатый, Вероника Михайлов-Марару, Думитро Алайба и Алла Немиренко. Предстоящие перестановки не первые в правительстве ПАС, однако деятельность центральной исполнительной власти от этого все равно не улучшается. Политические эксперты критикуют работу Кабмина за неэффективность подозрения в использовании незаконных схем и коррупционных действиях. Согласно результатам опроса общественного мнения, проведенного Международным республиканским институтом в мае этого года, самым нежелательным министром в правительстве Ричана респонденты назвали Андрея Спыну. За ним следовали Алла Немиренко, Думитро Алайба, Михай Попшой и Дан Перчун. В то же время опрос показал, что граждане не знают, почти половину членов правительства. Также ряд социологических исследований свидетельствуют о низком доверии граждан к нынешнему составу исполнительной власти, в том числе к премьер-министру Дарину Ричанову.